Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так в городском округе Люберце началось празднование 9 мая. Память павших героев почтили минутой молчания и возложением цветов. За церемонией наблюдала наша съемочная группа. Несмотря ни на что, День Победы остается главным праздником нашей страны. И пусть в этом году он проходит в непривычном формате, от этого он не стал менее ценным. День Победы в сердце каждого навсегда. По традиции праздник начинается здесь, у Вечного огня. Каждый год 9 мая этот мемориальный комплекс становится местом притяжения тысяч жителей и гостей округа. На этот раз из-за введенных ограничений у памятника несколько волонтеров, юнормейцев, а также представителей общественной палаты и депутаты Мособлдумы. Первыми цветы к Вечному огню возложили глава Люберец Владимир Ужицкий и герой России Михаил Беляев. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Во время войны более 50 тысяч люберчан ушли на фронт. Почти 18 тысяч не вернулись с полей сражений. В память о тех, чьи жизни забрали те страшные события, объявили минуту молчания. В городском округе Люберцы проживает 141 ветеран Великой Отечественной войны. И у нас есть возможность поблагодарить их за мирное небо. Я хочу пожелать всем люберчанам, всем людям в России, чтобы все всегда помнили эту победу. Надо учиться на истории, на истории своей родины. Надо слушать рассказы наших ветеранов и знать свою историю, чтобы никогда не повторилась такая страшная война. Спасибо большое ветеранам, дружинникам тыла, которые отстояли наш мир, отстояли нашу страну. И мы теперь можем жить, чувствовать, любить. Спасибо вам огромное. Луиза Игязарян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.